Добрый вечер, уважаемые подписчики, слушатели и гости канала врача-психиатра доктора Джорджа Горбатого. Я продолжаю чтение статей из сборника работ профессора Зиммунда Фройда под названием «Методика и техника психоанализа». Это маленькая книжечка, напечатана в рамках психологической и психоаналитической библиотеки под редакцией профессора Ивана Дмитриевича Ермакова, выпуск 4, государственное издательство, Москва-Петербург, 1923 год. Статья Зиммунда Фрейда называется «О динамике перенесения». Перенесение взято почему-то в кавычки. Итак, начинаем. О динамике перенесения. Неисчерпаемая тема о вытеснении недавно обсуждалась в этом «Централблат». Вильгельмон Штекелем – это «Централблат», то есть «Централблат», то есть «Централблат» фигур психоаналюзы. Вильгельм Штекелем в описательной форме. Я хотел бы здесь добавить несколько замечаний с целью объяснить, каким образом во время психоаналитического лечения обязательно должно возникнуть перенесение и как оно приобретает известную роль во время лечения. Постараемся понять, что каждый человек, благодаря совместному действию врожденного предрасположения и влияния, оказанных на него в детские годы, приобретает известные особенности в выживании своей любовной жизни, то есть требует для этого определенных жизненных условий, изживает определенные влечения и ставит себе определенные цели, ссылка. В этом месте мы воспользуемся случаем, чтобы защититься от упрека, являющегося результатом недоразумения, что мы будто бы отрицаем значение врожденных конституциональных моментов, потому что подчеркиваем значение инфантильных впечатлений. Такой упрек исходит из узости казуальной потребности у людей, которая готова удовлетвориться одним только причинным моментом в полном противоречии с обычным положением вещей в реальности. Психоанализ много бы сказывался о случайных факторах в этиологии, мало о конституциональных, но только потому, что по поводу первых он мог сказать нечто новое, а по поводу вторых знал сначала не больше, чем обычно известно. Мы отказываемся устанавливать принципиальную разницу между обоими рядами этиологических моментов. Наоборот, мы полагаем, что для достижения наблюдаемого эффекта необходимо регулярное содействие тех и других. И тут написано на греческом языке что-то определяет судьбу человека редко, быть может никогда, только одна из этих сил. Распределение этиологических влияния между теми и другими возможно только индивидуально и в деталях. Ряд, в котором можно расположить меняющиеся величины обоих факторов, несомненно будет иметь и свои крайние случаи. В зависимости от состояния нашего познания мы будем оценивать в каждом отдельном случае конституционную долю или переживание и сохраним за собой право изменять свое суждение с изменением наших вглядов. Впрочем, можно решиться видеть в самой конституции осадок случайных влияний на бесконечно большой ряд предков. Ну, вот такая вот, видите, большая, довольно длинная ссылка. Так, хорошо, сейчас я продолжу. Таким образом, получается, так сказать, одно клише или несколько клише, которое в течение жизни постоянно повторяется, снова отпечатывается, поскольку это допускает внешние обстоятельства и природодоступных объектов любви, и, которое, понятно, не остается совершенно неизменным по отношению к свежим впечатлениям. Наш опыт показал, что только часть этих, определяющих любовную жизнь, движение души, достигла полного развития. Эта часть обращена к реальности, находится в распоряжении сознательной личности и составляет известную долю ее. Другая часть этих лебеденозных душевных движений задержалась в своем развитии, отрезана как от сознательной личности, так и от реальности. Тот, чья потребность любви не получает полного удовлетворения в реальности, вынужден обращать на всякое новое лицо, с которым сталкивается, свои лебеденозные надежды. И весьма вероятно, что в этой направленности участвуют обе части его либеда, как доступные сознанию, так и бессознательные. Поэтому вполне естественно и понятно, что готовая, находящаяся в выжидательном положении активная сила либеда, частично неудовлетворенного, обращается также и на личность врача. Согласно нашему предположению, эта активная сила будет держаться прежних образцов, привяжется к какому-нибудь клеще из имеющихся у означенного лица, или, иначе говоря, она поставит врача в один из психических рядов, созданных уже прежде больным. Соответственно, реальным отношением к врачу, решающим для такого введения в ряд, является имидж отца, по счастливому выражению юнга. Ну, тут дается ссылка на юнга на немецком языке. Но перенесение не связано только с этим образцом. Оно может произойти со главной имиджем матери, брата и так далее. Особенности перенесения на врача, благодаря которым она не пкана по размерам своим и способу выражения, переходит границы того, что можно разумно и трезво оправдать, становятся понятными, если принять во внимание, что это перенесение, а осуществили не только сознательные ожидания, но и задержанные или бессознательные. Об этих проявлениях перенесения ничего, нечего было бы больше говорить и раздумывать, если при этом не остались невыясненными два пункта, представляющие для психоанализа особый интерес. Во-первых, мы не понимаем, почему у невротических лиц перенесение при анализе оказывается гораздо интенсивней, чем у других неанализируемых. И, во-вторых, остается загадочным, почему при анализе мы встречаем перенесение в виде сильнейшего сопротивления. Между тем, как вне анализа перенесения мы должны признать носителя исцеления – залог полного успеха. Факт, который можно наблюдать только или сколько угодно, показывает, что хода у пациента прекращаются свободные ассоциации. Вот идет ссылка опять. Я имею в виду случаи, когда они действительно не являются, а не умалчиваются им вследствие банального неприятного чувства. Можно всегда устранить задержку уверением, что больной находится во власти какой-нибудь явившейся у него мысли, касающейся личности врача или чего-то к нему относящегося. Как только дано это объяснение, задержка немедленно устраняется или положение, состоящее в отсутствии ассоциации, превращается в умалчивание их. На первый взгляд кажется, что тот факт, что перенесение, составляющее обычно самый сильный рычаг успеха, превращается при психоанализе в сильнейшее средство сопротивления, является для него огромным методическим ущербом. При ближайшем рассмотрении, однако, устраняется, по крайней мере, первая из двух проблем. Неверно, что во время психоанализа перенесение выступает интенсивнее и неудержимой, чем вне его. В лечебницах, где нервных больных не лечат психоаналитически, можно наблюдать самые сильные по интенсивности и самые недостойные формы перенесения, доходящего до полного подчинения и имеющего несомненную эротическую окраску. Тонкая наблюдательница Габриэль Ройта описала это, когда еще не было психоанализа в замечательной книге, указывающей на глубокое понимание сущности и развитие неврозов. Книга называется «Аузгута фамилии. 1895 год. Из хорошей семьи». Эти признаки перенесения приходится поэтому не поставить счет психоанализу, а приписать самому неврозу. Вторая проблема остается пока не затронутой. Теперь мы должны приступить к выяснению этой проблемы вопроса, почему в психоанализе мы встречаемся с перенесением в виде сопротивления. Представим себе психологическое положение лечения. Постоянным необходимым условием всякого заболевания психонеброзом является процесс, который Юнг удачно назвал интроверсией. Ссылка. Хотя некоторые замечания Юнга производят впечатление, будто он видит в этой интроверсии нечто характерное для деменция Прекокс, не относящиеся к другим неврозам. Вот такая ссылка. Регрессия и оживила и инфантильные образы. Опять ссылка. Удобно было бы сказать, оно снова привязалось к инфантильным комплексам, но это было бы неверно. Оправдать, может быть, можно было только следующую формулировку. Бессознательные части этих комплексов исключительная запутанность рассматриваемой в этой работе тема соблазняет углубиться в целый ряд соприкасающихся проблем, выяснить которых, собственно говоря, необходимо раньше, чем в точных словах. Говорить о психических процессах, которые здесь нужно описать. Таковы следующие проблемы. Ну вот так. Аналитическое лечение. Аналитическое лечение. Лидово станут против работы в виде сопротивлений, чтобы сохранить это новое состояние. Если бы интроверсия или регрессия либидо не оправдывалась определенным отношением к внешнему миру, в самых общих выражениях, невозможностью удовлетворения, и не было бы для данной минуты даже целесообразной, ее вообще и не было бы. Сопротивление такого происхождения, однако, не единственные и даже не самые сильные. Либидо, находящееся в распоряжении личности, всегда притягивалось бессознательными комплексами, вернее говоря, принадлежащими бессознательными частями этих комплексов реальности. Чтобы освободить его, должно быть преодолено это привлечение со стороны бессознательного, то есть должно быть устранено уже давно образовавшееся в индивиде вытеснение бессознательных влечений и продуктов. От них исходит самая большая часть сопротивления, так часто поддерживающего болезнь, даже и тогда, когда отвращение от реальности опять потеряло свое временное основание. Анализу приходится бороться с сопротивлениями из обоих источников. Сопротивление на каждом шагу сопровождает лечение. Каждой мысли, в отдельности являющейся у больного, каждому поступку его приходится считаться сопротивлениями, так как они являются компромиссом между силами, стремящимися к выздоровлению и указанными, противодействующими ему. Если проследить патогенный комплекс, исходя из того, что его замещает в сознании или бросающийся в глаза симптома или чего-то едва заметного, до корней его бессознательным, то скоро доходишь до области, где сопротивление проявляется так явно, так ясно, что ближайшая мысль вынуждена с ним считаться и проявиться в виде компромисса между его требованиями и исследовательской работой. Данные опыты показывают, что здесь выступает перенесение. Если что-нибудь из материала комплекса, содержание комплекса годится для того, чтобы быть перенесенным на личность врача, то появляется это перенесение, проявляется в ближайшей мысли, приходящей в голову и дает о себе знать посредством признаков сопротивления, хотя бы посредством остановки. Из этого факта мы выводим, что эта идея перенесения потому проникла из всех других возможных мыслей в сознание, что отвечает также и сопротивлению. Такой процесс во время психоанализа повторяется бесконечное число раз. Всякий раз, когда приближаешься к патогенному комплексу, в сознание сперва проникает годная для перенесения часть комплекса и защищается сильнейшим упорством. Ну вот идет ссылка. Из чего, однако, не следует заключать, что избранный для сопротивления в виде перенесения элемент имеет вообще исключительное патогенное значение. Если в бою с особым ожесточением сражаются за обладание какой-нибудь маленькой церквью или отдельным хутором, то из этого вовсе не следует, что эта церковь составляет национальную святыню или в доме хранятся сокровища армии. Ценность объектов чисто тактическая, имеет значение только в одной этой битве. Так. Дальше. После того, как сопротивление перенесения преодолено, сопротивление других частей комплекса не составляет большой трудности. Чем больше тянется аналитическое лечение и чем яснее больной узнает, что одни только искажения патогенного материала не могут защитить от его раскрытия, тем настойчивее пользуется он тем видом искажения, которое очевидно представляет ему наибольшее преимущество – искажением посредством перенесения. Такие отношения приводят к положению, при котором в конце концов все конфликты должны быть изжиты на почве перенесения. Таким образом, перенесение при аналитическом лечении сначала кажется нам всегда только самым сильным орудием сопротивления, и мы должны сделать заключение, что интенсивность и выдержка перенесения является действием и выражением сопротивления. Хотя механизм перенесения исчерпывается тем, что оно объясняется готовностью либидо, сохранившего инфантильные образы привязаться к объектам, но выяснение его роли в лечении удается только тогда, когда подробно выясняется его отношение к сопротивлению. Почему перенесение особенно годно к тому, чтобы стать средством сопротивления вопрос? Казалось бы, нетрудно дать ответ. Ведь ясно, что признание о недопустимом желании особенно трудно тогда, когда оно делается тому лицу, на которого направлено это движение души. Это вынуждение приводит к положению, кажущимися в действительности к положениям невыполнимыми. К этому-то и стремится анализируемый, отожисляя объект свои чувств с врачом. Но если глубже вдуматься, то кажется, что нельзя видеть разрешение проблемы в этом кажущемся преимуществе. Отношение нежной самозабвенной привязанности может ведь, с другой стороны, преодолеть все трудности признания. При аналогичных реальных обстоятельствах обыкновенно ведь говорят «тебя я не стыжусь, тебе я могу все сказать». Перенесение на врача, поэтому могло бы также содействовать облегчению признания, и было бы непонятно почему, но оно вызывает затруднения. Ответ на этот неоднократно поставленный здесь вопрос дает не размышления, а опыт при исследовании во время лечения отдельных сопротивлений перенесения. В конце концов, замечаю, что нельзя понять использование перенесения для сопротивления, пока речь идет просто о перенесении. Нужно решиться отличать положительное перенесение от отрицательного, перенесение нежных чувств от врачебных и отдельно рассматривать оба вида перенесения на врача. Положительное перенесение разлагается далее на перенесение дружественных или нежных чувств, приемлемых для сознания, и на продолжение этих чувств в бессознательном. Анализ показывает, что последние всегда происходят из эротических источников. Так что мы приходим к взгляду, что все чувства и отношения, оцениваемые в жизни как симпатия, дружба, доверие и тому подобное, генетически связаны с сексуальностью и развились из чисто сексуальных вожделений. Благодаря ослаблению сексуальной цели, хотя и представляются нашему внутреннему сознательному восприятию абсолютно чистыми и лишенными чувственности. Первоначально нам были известны только сексуальные объекты. Психоанализ показывает нам, что только ценные и уважаемые в нашей реальности лица все еще могут быть сексуальными объектами для бессознательного в нас. Разрешение загадки состоит, следовательно, в том, что перенесение на врача годно лишь постольку для сопротивления в лечении, поскольку оно является отрицательным перенесением или положительным перенесением вытесненных эротических душевных движений. Устраняя перенесение тем, что делаем его сознательным, мы освобождаем личность врача только от обоих этих компонентов чувства. Другой приемлемый для сознания и не шокирующий компонент остается и становится в психоанализе таким же точно носителем успеха, как и при других методах лечения. В этом смысле мы охотно соглашаемся, что результаты психоанализа покоятся на внушении. Необходимо только под внушением понимать то, что видим в нем я и Ференци. Посмотрим. Ференци опять идет. В этом смысле мы охотно соглашаемся, что результаты психоанализа покоятся на внушении. Необходимо только под внушением понимать то, что мы видим в нем я и Ференци, воздействуя на человека при помощи возможных у него феноменов перенесения. При этом, пользуясь внушением, мы заботимся об окончательной самостоятельности больного, чтобы заставить его проделать психическую работу, имеющую непременным следствием длительное улучшение его состояния. Можно еще спросить, почему феномены сопротивления перенесения проявляются только при психоанализе, а не при индифферентном лечении, например, в санаториях. Ответ гласит, они и там проявляются, нужно их только признать таковыми. Взрыв отрицательного перенесения случается в санаториях даже очень часто. Как только больной попал в власть, во власть отрицательного перенесения, он оставляет санаторий в таком же состоянии, как он был или получает рецидив. Эротическое перенесение не действует в санаториях так парализующе, потому что, как и в жизни, оно там приукрашивается вместо того, чтобы быть вскрытым. Оно проявляется, однако, совершенно ясно, как сопротивление против выздоровления. Хотя не тем, что ведет к отъезду больного из санатория, наоборот, оно удерживает его в санатории, а тем, что держит его вдали от жизни. Для выздоровления ведь совершенно безразлично преодолел ли больной в санатории тот или другой страх или задержку гораздо важнее, чтобы он был свободен от них в своей реальной жизни. Отрицательное перенесение заслужило детальное исследование, которому не место в пределах этой статьи. При излечимых формах психоневрозов оно встречается наряду с нежным перенесением, часто направленным одновременно на одно и то же лицо. Такое положение вещей Блёйлер назвал удачным выражением амбивалентной. Тут дается опять, значит, ссылка на Блёйлера, деменция Прекокс, уда группы шизофрении, ин, а шафенбургес, анбух, все психиатрии. И тут же дальше Вильгельм Штекель предложил раньше назвать амбивалентность биполярностью. Это, по сути дела, одно и то же. Два полюса. Такая амбивалентность чувств до определенной границы вполне нормальна, но высокая степень амбивалентности чувств является, несомненно, особенным отличием невротических лиц. При неврозе, навязчивости, раннее разделение противоположной пары, по-видимому, характеризует жизнь в лечении и составляет одно из конституциональных условий этой болезни. Амбивалентность направлений чувств объясняет нам лучше всего способность невротиков представлять их перенесение к услугам сопротивления. Там, где способность к перенесению стала главным образом отрицательной, как, например, у параноидных, там прекращается возможность оказывать терапевтическое воздействие и вылечить. Во всем высоизложенном мы, однако, до сих пор коснулись только одной стороны феномена – перенесения. Необходимо обратить внимание на другую точку зрения в том же вопросе. У… Плохо. Что там такое? Ужоков сложилось. Значит, у кого-то сложилось правильное впечатление о том, как анализируем мы, вырывается из реальных отношений к врачу, как только попал во власть значительного сопротивления перенесения, как больной тогда берет на себя смелость пренебречь основными психоаналитическим правилам, требующим, чтобы, говорилось без всякой критики, все, что приходит в голову. Как больной забывает намерения, с которыми начал лечение, и как ему становятся безразличны логические связи и выводы, оказавшие на него сильнейшее впечатление. У того возникнет потребность объяснить в себе это впечатление еще и другими моментами, кроме высшеприведенной, а их действительно недалеко искать. Они вытекают из психологического положения, в котором анализируемый очутился благодаря лечению. В поисках за утраченным сознанием либидо проникаешь в область бессознательного. Вызванные реакции открывают некоторые признаки бессознательных процессов, с которыми мы ознакомились благодаря изучению сновидений. Соответственно, способности бессознательно проявляться вне времени и в галлюцинаторной форме бессознательные душевные движения оказываются недоступными воспоминанию. Как этого требует лечение, но они стремятся к тому, чтобы быть воспроизведенными. Больной приписывает современность и реальность, как в сновидении, результатом пробужения его бессознательных душевных движений. Он хочет изжить свои страсти, не принимая во внимание реальное положение. Врач хочет его заставить вплести эти чувства в общую связь лечения и историю его жизни подчинить их интеллектуальному рассмотрению и признать их психическую ценность. Это борьба между врачом и пациентом, между интеллектом и влечениями, между познанием и изживанием разыгрывается исключительно в феноменах перенесения. На этом поле должна быть одержана победа, выражением которой является длительное излечение от неброза. Несомненно, самые большие трудности для психоаналитика представляют необходимость преодолеть феномены перенесения. Но нельзя забывать, что именно они оказывают нам ценнейшую услугу, делая действительными и явными скрытые и забытые любовные чувства больного. Потому что, в конце концов, никто не может быть убит. Черт, еще тут не совсем четко видно. Ну, в общем, вот такая. Значит, конечно, я хочу повторить, естественно, вот эта методика и техника психоанализа. Это вот эти статьи, которые я изучаю из этой книжечки четвертого тома психоаналитической и психологической библиотеки под редакцией Ермакова. Конечно, это нужно только психоаналитикам. И то, честно говоря, я очень и очень сомневаюсь, что нынешние психоаналитики, я имею в виду постсоветские, что-то поймут. Вот. Не знаю. Вот я не знаю, чем занимаются нынешние психоаналитики, как они обучаются, кто их, во-первых, обучает, чему их обучают. Вот. Почему? Почему? Потому что я не совсем вижу, все-таки я в своем канале размещаю это. Естественно, что это все размещается, вот скажем так, описание, комментарии, вот, они более понятны. Почему? Их описывают люди, их описывает нефроид, описывают их поверхностно, значит, переработанным, доступным пониманию и простого человека форме. И то они не всегда понятны. Но все-таки, значит, какое-то понятие создать можно. А вот, читая работы Фройда, естественно, только он один понимает. Естественно, что это, конечно, гениальная личность. То, что он пишет, я вижу, он все это прекрасно понимает. Но понимает-то он, а читающий или слушающий, понимает ли? Вот вопрос. А кроме того, я уже вам говорю, но это настолько все сложно, настолько все сложно, вот его этой теории, вот эту сейчас вот статью я прочел. Вы знаете, не знаю, может быть, я устал уже, может быть, я был невнимательный, читал автоматически, но я не врубился, я не включился. Вот не включился. О чем идет речь? Перенесение и сопротивление. Понятно, понятно, что, значит, пациент переносит на врача, значит, те чувства, которые он питал там в своей жизни к прежним личностям, значит, от которых он получил какие-то проблемы. Это может быть и мать, и отец, это может быть и молодой человек, это может быть и молодая девушка и так далее, и так далее. Понимаете? Вот. Это понятно. Значит, он переносит на него и... А что такое сопротивление? Сопротивление, то, что он переносит на него, понимаете? Вот тут не совсем понятно. И, насколько я прекрасно понимаю, вот я уже напечатал очень много статей по психоанализу, причем это ж классика, и это прижизненные издания Фрейда, это прижизненные. Ведь прижизненные издания, они ценятся намного дороже, потому что постфактум там можно что угодно и отредактировать, и так далее. Это прижизненные, это 23-й год. Фрейд умер в 39-м году. И поэтому я просто смотрю, что интерес, интерес, ну скажем так, интерес простой публике, обычной публике, там больной, понимаете, он понятен, почему его нет. Потому что это сложно для понимания, да и не интересует многих, а даже если интересует, понять очень сложно. Это нужно иметь такую гениальность, как у Фрейда, который это все создал, который прошел через это, выстрадал и так далее. Но вопрос другой, ведь на просторах бывшего Советского Союза очень много психоаналитиков, уж по крайней мере, хоть один, там два, я уже не говорю про большие количества, все-таки должны были прочитать. Тем более, это томик, так и называется, методика и техника психоанализа, понимаете, это не философия, там, будущность одной иллюзии, три, значит, лекции по теории сексуальности, табу, вот, и так далее, вот, понимаете, табу там есть, значит, тотем и табу, и пошло-поехало. Понимаете, это философские работы, это, скажем, такие общего, значит, общего такого понятия, вот, которые не имеют никакого отношения к лечению, вот, не имеют, они вышли за, вот, но, по крайней мере, здесь же это все посвящено лечению, тут любая, любая статья из этого сборника, четвертого сборника психоаналитической библиотечки под редакцией Ермакова, любая статья, она имеет отношение к практике, к практике, значит, уже, почему я ее и зачитываю, потому что я прекрасно понимаю, что это не теоретическая статья, а это практическая, и для практикующего психоаналитика, значит, она, естественно, должна быть бесценной, да, видите, интереса никакого. Так, либо такие психоаналитики, либо такое образование, либо не знаю что. Хорошо, на этом я заканчивал, закончил чтение этой работы Фройда, вот, прощаюсь с вами, уважаемые слушатели, благодарю вас за проявленный интерес, и до следующей встречи в следующем чтении. До свидания.